Всем привет! С вами снова сообщество MyGameEngine. Мы продолжаем курс по Блендеру. В этом видеоуроке мы будем рассматривать нанесение материалов на объекты и некоторые их свойства. Ну что ж, давайте приступим. У нас есть объект Куба. Мы теперь будем назначать ему материал. Раздвинем... дайте, вот это нам уже совсем не нужно. Раздвинем эту панельку, нажмем материал. У нас есть стандартный материал, но мы с ним не будем возиться. Мы будем создавать новый и учиться создавать. Ну что ж, нажимаю кнопку плюсик. Создается материал. Нажимаю кнопку создать. Вот. Здесь мы его можем переименовать. Давайте назовем его основной. Здесь у нас двали. Здесь видите, у нас можно разные поставить типы. Но мы как поверхность берем. А предыдущий материал давайте удалим. Нажмем кнопку минус. Все, у нас один материал. Но теперь нам нужно его назначить для нашего объекта. Просто так это сделать не получится. Нам нужно перейти в режим редактирования. Нажать кнопку А, чтобы выделился весь объект, извиняюсь. И нажать кнопку назначить. Все. Теперь материал назначен. Как это проверить? Очень просто. Давайте изменим цвет на зеленый. Вот. Все. У нас получился зеленый кубик. Здесь вы можете выбрать шейдер, который хотите. Но его отображение нужно будет потом включить. Давайте включим отображение материала. Здесь черные появились, потому что у нас учитывается свет. Мы будем смотреть вот так вот. Если мы выберем фенель. Видите, у нас сплошной. Не учитывается свет. Да, ведь да. Свет вообще не учитывается. Вот такой вариант. Тун. Ну, здесь он может и по-другому отображаться. Видите, вот в предпросмотре у нас он вот так должен быть. Но здесь еще все зависит от того, как стоит свет. У нас ламберт. Изначально. Ну что ж. Не забываем включать материал. Дальше давайте мы посмотрим, что можно с этим сделать. Давайте добавим градиентную карту. Вот. Мы нажали добавить. И у нас сразу появилось изменение. Так. Теперь давайте редактировать. Вы можете выбрать по RGB цветам. Можете по HSL, HSV. Как вам удобно. Также выбираем интерполяцию как линейное. Ослабление. Сплайн. Постоянный. Или координатный сплайн. Как хотите, так и делайте. Но пока возьмем линейную. Выбираем один из ползунков. Тут очень тяжело в них попасть. Вот. Выбрали. Теперь выбираем цвет. А следующий пункт это прозрачность. Теперь выбираем второй ползунок. И давайте цвет зеленый. У нас тут есть пипетка. Вот. Выбираем зеленый цвет. Сейчас из черного в зеленый. Ну, мы сейчас сделаем не из черного тогда. А из красного. Что-то как-то глючит все это дело. Что ж. У нас видите. Установился градиент. Вот мы его сделаем вот таким. Вот. Получился такой вот градиент. Вот. Видите, у нас тут на свет влияет. Точнее, свет влияет на эту фигню. Теперь давайте мы ее покрутим. Изменения все видны. Это хорошо. То, что нам нужно было. Теперь вы можете сделать другой вывод ему. Видите, энергия, результат. Как нормаль сделать ее. Или шейдер. Смешивание. Как в фотошопе, например. Это тип наложения. Например, прожигание. Вот видите. Что там выжгалось. У нас был смесь. Смешиваются цвета. Здесь. Сами давайте экспериментируйте. Все комментировать. Очень будет трудно. Так. У нас. Я еще помню. Можно было. Да. Вот. Эта кнопка. Переворот цветовой рампы. Вы можете изменить. То есть. Сделать инверсию. Цвет. Ну, не инверсию цветов. А поменять их местами. То есть. Зеленый стоит началом. Красный станет концом. Тоже очень удобно. Блики. Все эти блики. Они. Для света в основном. Ну, здесь их не. Вот. Блик. Вот. Цвета. Смотрите. Это Tune. Вот. Это вот такой вот вариант. Вот. В общем. С бликами я тоже показал. У них такие же настройки. Как и у Diffuse. То есть. Тоже можно оставлять какой-то градиент. Следующий параметр. Отражение. То есть. Эта вещь будет что-то отражать. Если получится. Ну. Сейчас тут не видно на самом деле. На самом деле он отражает. Давайте пока это выключим. Опции. Опции здесь. У нас можно устанавливать текстуры для грани. Например. У нас просто нету текстуру сейчас. Чтобы это отражалось в небе. То есть. Вот. На фоне. И. Так далее. Тень. Она получает и отбрасывает. Нет. Ну. Только бросать не надо. Ну. Конечно же. Вот. Но это все также заметно при рендеринге. Давайте я покажу. С визуализацией. Вот так вот у нас. При визуализации это все дело выглядит. Тень бросать пока некуда. Там ничего нет. Ну вот. Отражение работает таким образом. Так. С этим разобрались. Теперь вы можете также экспериментировать с другими. С другими объектами. На сфере. На обезьяне. Которое идет стандартно. На плейне. Также вы можете установить тип. Например. Как каркас. Объем. Гало. Вот. Гало у нас. Частицы такие. А каркас. Здесь незаметно. Что случилось? Ага. Сплошной вот каркас. Текстуры нет. Материал. Вот. А вот этот цвет. Если вы устанавливаете градиент. Этот цвет идет по умолчанию. Если что-то пойдет не так. Он вернется в этот цвет. То есть если я сейчас здесь устанавливаю белый. Я изменений никаких не замечу. Но при переходе в сплошной режим. У меня будет объект белый. Что ж. Наверное на этом все. Спасибо за внимание. Получился очень коротенький урок. Но очень емкий. Вы узнали как накладывать материалы на объекты. Как их редактировать. Узнали про некоторые свойства. Я выделяю слово некоторые. Потому что остальные это на самостоятельное изучение. Все познается путем эксперимента. Я лишь дал базу на которую можно опираться. Спасибо за внимание. Еще раз с вами было сообщество MyGameEngine. Меня зовут Максим. Рад что вы посмотрели видео урок. Надеюсь он вам понравился. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok